Всем привет! С вами Юлия Кондратенок, а значит вы на канале Процветок. Что случилось с грушей, спрашивают многие садоводы, придя в сад. На ней появились пятна, деревья выглядят плохо, урожая практически нет или то, что созревает, быстро гниет. Сейчас мы с вами поговорим об основных проблемах груши, с которыми приходится сталкиваться нам в процессе работы. О болезнях и вредителях. Пожалуй, самой распространенной болезнью груши является парша. Эта болезнь поражает как яблоню, так и грушу с одинаковым успехом. Но у этой болезни есть еще одна коварная сторона. Те груши, которые поразила парша, легко очень загнивают, и вместе с паршой рука об руку идет плодовая гниль. Груша, поверьте, гниет еще более сильно, чем яблоня, и способна погубить большую часть урожая буквально за неделю-две, делая плоды, в прямом смысле слова, непригодными для употребления в пищу. Как справиться с плодовой гнилью и паршой? Здесь, к сожалению, без фунгицидных обработок не обойтись. Это могут быть как всем известные, любимые нами биопрепараты, так и традиционные химические. Самое главное, каждый из вас имеет полное право выбрать тот, который больше всего ему по душе. Если вы обратите внимание на биопрепараты, то используем для защиты от парши фрутин, фитоспорин М, аллерин В, профит, сенная палочка. Попав на поверхность листьев, на поверхность плодов, эти препараты образуют защитную пленку, которые не дают фитопатогенным грибкам внедряться, подавляют их. Но следует помнить, что биопрепараты легко смываются дождем и быстро теряют активность под ярким солнышком. Поэтому обрабатывать вам сад биопрепаратами нужно будет каждые 5-7 дней. Но зато вы получите урожай экологически чистых плодов. Вторая болезнь, очень важная, очень опасная для грушек, к счастью, в этом году минувшие наши сады, это ржавчина. Дело в том, что для ржавчины очень важно, чтобы во время рассеивания спор стояла дождливая погода, а этот год выдался на удачу засушливым. Но если год выдался дождливым, ржавчина способна не просто погубить всю листву, расцветив ее яркими оранжевыми пятнами, она способна вызвать опадение всей завязи. Поэтому так важно в конце апреля, начало мая, когда начинается распускание листьев у груш, а ржавчина рассеивает споры, своевременно провести обработку фунгицидами. К сожалению, биопрепаратов для защиты груши от ржавчины пока не нашли. Поэтому обратите внимание на ракурс, на скор и хорус. Эти препараты, применяемые в самом начале сезона, конец апреля, начало мая, с интервалом 2-3, за сушливую погоду 4 недели, способны надежно остановить распространение болезни и сберечь ваш урожай. Ржавчина, кстати, опасна еще и тем, что поражает даже побеги. И, конечно же, это бактериальный рак. Это настоящий бич груши. Обратите внимание, какая здесь веточка, именно бактериозная. Вызывается бактериальный рак бактерии псевдомоноса. Ее обычно очень много в саду, но предпочитает она именно грушу, особенно ослабленную болезнями, вредителями, морозами и засухой. Поэтому, чтобы предотвратить поражение груши бактериальным раком, поддерживаем высокий агрофон, своевременно подкармливаем, поливаем грушу, готовим ее к зимовке, внося фосфорные калийные удобрения в августе-сентябре. А также обрабатываем в начале сезона препаратами меди. Это может быть бордоская жидкость, купраксат, абигопик, медекс и так далее. Либо таким биопрепаратом, как фитоловин. Он надежно зарекомендовал себя как прекрасная защита, как от бактериального рака, так и от бактериального ожога. Эта болезнь встречается в садах некоторых наших садоводов, и нужно знать, как с ней бороться. В чем отличие, кстати, бактериального рака от бактериального ожога? Они очень похожи. Листики тоже чернеют, молодые побеги тоже чернеют, сгибаются, образуя такой вот пастуший посох. Верхушка побега всегда загнута. Но в отличие от бактериального рака, при поражении бактериальным ожогом, на молодых побегах, на черешках листьев, плодоножках, даже на плодах, выделяются капли сока, которые содержат огромное количество бактерий. Бактериальный ожог – это карантинное заболевание, и такие деревья лучше из сада удалить, пока он не распространился полностью. Если же выделение сока не происходит, значит вы имеете дело с бактериальным раком. И такие деревья можно спасти, своевременно обрабатывая фитоловином, либо препаратами меди. Вот это самые основные три проблемы болезней у нашей груши. Но помимо них у груши есть еще и вредители. Первый, самый главный – это, конечно же, плодожорка. Та же самая, что вредит яблоне. И здесь в борьбе с ней нам помогут такие всем известные биопрепараты, как лепидоцит, бетоксибецелин и профит-антивредитель. Только помните, работать нужно каждую неделю, только тогда результат будет действительно налицо. Своевременно убираем опавшую падалицу. Каждая плодожорка может изничтожить не менее двух-трех грушек на каждом дереве. А ведь каждая бабочка откладывает не один десяток яиц. Поэтому заботимся. Ну и, наконец, если у вас просто засилье плодожорки, а сорта зимние, которым еще два месяца до съема, обратите внимание и на традиционную химию. Это может быть как фуфанон, кинмикс, новоктион, шарпей, эфория, каратезеон и так далее. Главное условие – соблюдаем правила личной безопасности и инструкцию по применению. И тогда вред от таких препаратов химических мы сведем к минимуму. Для того, чтобы сэкономить свои силы в защите груши от болезней и вредителей, составляйте баковые смеси. Чтобы приготовить баковую смесь, вам понадобится один опрыскиватель, два препарата, а еще желательно удобрения. Комплексное с содержанием обязательно микроэлементов, для того, чтобы поддержать наше дерево в этот важный момент. Для начала мы разводим один из пестицидов в опрыскивателе, куда мы уже залили половинную норму воды. Затем мы добавляем остальное количество воды и добавляем уже в этот объем, уже доведенный до 10 литров, инсектицид. Главное – убедитесь, что они совместимы. Это указано на упаковке. И только после того, как оба препарата хорошо размечались, мы добавляем 40-50 грамм, допустим, кристаллона желтого либо красного, комплимента, либо эколиста, либо любого другого водорастворимого удобрения. Это поможет нам поддержать растения, защитить их от болезней и вредителей, и сохранить здоровье. А также ваше время, силы и средства. Помимо всем известной плодожорки, самым опасным вредителем груш является грушевый галловый клещ. Он проявляется рано весной, как только появятся первые листики и вначале незаметны. В дальнейшем на листиках образуются маленькие бородавочки, которые краснеют, чернеют и в конце концов в августе лист осыпается. Для того, чтобы уберечь вашу грушу от галлового клеща, очень важно своевременно начать защиту. Рано весной вам помогут в этом препараты серы. ПСК, Тиавидджет, коллоидная сера. Ее можно также применять и в дальнейшем. А также биопрепараты. Как всем известны, фитоаверм, акарин, аверсектин, матрин био, так и энтолек, профит, антивредитель. Они абсолютно безопасны для окружающей среды и позволят вам сохранить экологически благополучную обстановку. Конечно, здоровье груши, поражаемость ее болезнями и вредителями во многом зависит от ее общего состояния, от того, как хорошо она снабжается питанием, водой, насколько хорошо и сбалансировано это питание. Поэтому при внесении удобрения во второй половине лета сокращайте объемы азота до минимума в сентябре. Делайте упор на фосфор и калий. Особенно это важно сейчас. Фосфор и калий помогут дереву вовремя остановить рост, заложить хорошие здоровые почки, одревеснеть и прекрасно перенести любые серьезные морозы. Соблюдайте вот эти простые правила по уходу и защите вашей груши, и дерево проживет долгую, счастливую и плодотворную в прямом смысле жизнь, каждый год принося урожай красивых, вкусных и полезных плодов. С вами была Юлия Кондратенок и Процветок. Ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы, давайте ваши предложения, а мы постараемся сделать так, чтобы наш канал всегда был для вас интересен. До новых встреч!